Что будет на призывной комиссии? Друзья, вы на канале Служба защиты призывников, меня зовут Унгулян Алексей. И в этом видео мы с вами поговорим, что же будет на призывной комиссии, как она проходит, что от нее ожидать и вообще, что это такое. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и знать, как защищать свои права в военкомате. Почему вы решили снять именно такое видео? Потому что очень часто мы с вами говорим про различные аспекты медицинских комиссий. Но вот как-то упускается момент именно решающей структуры, как призывная комиссия. А на самом деле именно она принимает решение о том, пойдете вы сейчас служить, получите отсрочку, получите военный билет, вообще все, что будет с вами в дальнейшем, относительно, конечно, службы в армии, принимает именно призывная комиссия. Теперь давайте посмотрим, когда же она проходит. То есть вот тут у нас есть военно-врачебная комиссия, когда вы ее прошли полностью. Если вас, например, направляли на какие-то дополнительные обследования, вы их уже должны будете пройти, и только после этого вы пойдете уже, соответственно, на призывную комиссию. Это может быть в тот же день, когда вы прошли военно-врачебную комиссию, может быть на следующий день, через несколько дней. То есть бывает по-разному, но не очень большие сроки и промежутки между прохождением военно-врачебной комиссии и призывной, соответственно. Теперь давайте разберемся с составом, кто должен быть на этой комиссии. Там семь членов у нас. Первый председатель – это глава администрации, либо заместитель главы администрации, ну, вашего района, города, то есть, ну, того вот административного участка, к которому вы относитесь. Заместитель председателя комиссии – это военком, то есть второй член на комиссии. Потом это есть, там есть секретарь, там есть врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию призывников. Там есть у нас представитель органов внутренних дел, представитель органов управления образования и представитель службы занятости. Вот как минимум семь членов комиссии там должно быть. Могут привлекаться еще другие члены комиссии, но вот семь ключевых, без которых не может состояться законное решение призывной комиссии. Но бывает, конечно, такое, что там может быть и два, и три, и там пять, шесть человек, но это незаконно. Если вдруг вы столкнулись с тем, что у вас на комиссии, например, было там не семь, а пять человек, то как бы не может комиссия в таком составе принимать решение. Но такое бывает. Другое дело, что если вы захотите обжаловать, например, по этому поводу решения призывной комиссии, что там был неполный состав, то вам будет достаточно сложно это доказать, потому что, ну, по сути, вам нужны будут свидетели. То есть другие парни, которые, например, в этот же день проходили с вами призывную комиссию и смогут там тоже сказать, что, ну, да, комиссия была в неполном составе. Потому что, конечно, не сомневайтесь, что подписи потом в решениях будут все. Даже если там кого-то не было, подписи там состоятся. Мы такое уже неоднократно наблюдали. И, ну, вообще, это достаточно частая история. Ну, не всегда, конечно. Конечно, не всегда. Часто бывает, что и комиссия функционирует в полном составе, и так должно быть. Теперь давайте поговорим о том, как бы, что там ожидать. Ну, на самом деле, до попадания на эту комиссию вы уже пройдете медицинскую комиссию и, скорее всего, будете представлять, годны вы по состоянию здоровья или негодны. Но там вам объявят уже окончательное решение. Если вас признают годным, то вам скажут ваши следующие действия. Например, когда вам, то есть, либо вы сразу получите повестку на отправку, либо если у вас, например, есть отсрочка по обучению, ну, вы по состоянию здоровья годны, вы получите отсрочку по обучению. Это все состоится именно на призывной комиссии. Теперь, как же ее проходить? Например, вы понимаете, что вот вы проходили медицинскую комиссию, и врачи вам там сказали, что вы годны. Ну, вам предварительно, да, вам там уже сказали, что как бы годен ты, пойдешь служить. Вы с этим не согласны. Тогда на призывную комиссию вы должны заявить, как-то аргументированно, что у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, вы не можете служить там по тому-то, тому-то, чтобы получить шанс на направление, еще на какие-то направления по состоянию здоровья. Такое бывает, что, например, на военно-врачебной комиссии вас не услышали, но вот там, на призывной, вы получили какое-то направление. Такое случается, поэтому выясняйте, что у вас, на что еще можно обратить внимание, и, соответственно, у вас будет еще один шанс. Ну и следующий момент. Бывает такое, что там не очень корректное поведение членов комиссии. Там вас смотрят вот так вот. Ну что, ты еще пойди и служить не хочешь? Вот, не обращайте на это внимания. Ведите себя максимально цивилизованно, собрано, и ни в коем случае там, ну, скажем так, не пытайтесь качать права, что там, да я вас там, не знаю. Это вам точно не поможет, вы только усугубите свою ситуацию. Поэтому будьте предельно вежливы, все по делу. Если не согласны с решением комиссии, вы можете его обжаловать. Сразу же после того, как, если, например, вам вынесли не то решение, на которое вы рассчитывали, которое вы считаете неправильным, вы сможете его обжаловать. Это надо будет для этого написать заявление на обжалование. То есть на выдачу для начала, не заявление на обжалование, а на выдачу решения признанной комиссии, чтобы вам его выдали. Потому что бывает на самом деле такое, что вот вы комиссию прошли, вам сказали решение, а его по факту еще нет. То есть вы потом хотите подать заявление на обжалование, вам не дают решение, потому что оно еще не готово. Вот, поэтому первый шаг для того, чтобы обжаловать не устраивающее у вас решение призывной комиссии Это получить копию решения Вот, ребят, ну на этом в принципе все про призывную комиссию Если какие-то вопросы у вас остались, то пишите в комментариях под этим видео Или оставляйте заявку у нас на сайте, ссылка есть в описании тоже этого видео И мы подробно вас проконсультируем, будете лучше понимать, как действовать именно в вашей ситуации Или может быть у вас есть какие-то другие вопросы, призывы в армию, по-любому тоже пишите Мы обязательно вам подскажем Но и если вы еще на наш канал не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео И понимать, как защищать свои права в военкомате Мы для вас снимаем по два видео в неделю Я думаю, что тут может достаточно много чего увидеть для себя Как проходить те или иные мероприятия, на что вообще в целом обращать внимание Ну на этом все, пока Субтитры сделал DimaTorzok